Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации на тему приобретения и выбора поддержанного автомобиля. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате технических обзоров, где мы подробно рассказываем про те или иные модели, рассматривая их снизу на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из разряда, на что обращать внимание при выборе поддержанного автомобиля, это японский кроссовер. И если вы ищете для себя универсальный полноприводный высокий автомобиль, эту модель вы в любом случае, так или иначе, включите в перечень рассматриваемых для покупки. Встречайте, Nissan X-Trail в кузове Т31. Nissan X-Trail второго поколения в кузове Т31 встал на конвейер в 2007 году. И продолжал выпускаться аж по 2015. 8 лет конвейерной жизни. По нынешним меркам, это настоящий долгожитель. В 2011 году эту машину провели через процедуру рестайлинга, слегка освежив внешность и кое-что по салону. А с 2009 машина прошла локализацию, и начали появляться X-Trail российской сборки. Что касается российского рынка, этот автомобиль предлагался с тремя вариантами силовых агрегатов. Здесь было два бензиновых двигателя объемом 2 литра 141 лошадиная сила, 2,5 литра мощностью 169 лошадиных сил, и двухлитровый дизель на 150 лошадиных сил. Коробки передач на этих автомобилях могли быть как механическая шестиступенчатая, так и вариаторная. Кроме того, на дизельных автомобилях предлагался классический шестиступенчатый автомат. Но только на них. В ходе рестайлинга 2011 года из списка модификаций также пропал максимальный бензиновый мотор в сочетании с механической трансмиссией. И рестайлинговые 2,5 X-Trail вы можете купить только с вариаторной коробкой. Наш сегодняшний экземпляр – это 2007 год до рестайлинга. С мотором 2 литра на 141 лошадиную силу, вариаторной трансмиссией, ну и, конечно же, полным приводом. По традиции обзор мы начинаем с разговоров про кузов автомобиля. Качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот кузов способен сопротивляться нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, на X-Trail в 31 кузове значения толщиномеров в большинстве своем будут лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон. Стандартный слой для японских автомобилей. При этом само лакокрасочное покрытие на X-Trail достаточно нежное и достаточно быстро обрастало в свое время скольчиками, царапками и так далее. Однако по части коррозионной стойкости у 31 кузова все обстоит получше, чем у его предшественников кузове Т-30. Крайне рекомендуется подлечивать сколы на этом автомобиле в районе крыши, поскольку именно крыша на этой машине лишена какой-либо оцинковки. И, соответственно, незалеченные сколы имеют свойство развиваться в рыжие жучки. Кроме того, ржавчина достаточно быстро появлялась в районе хромированной накладки на пятой двери, поэтому встретить X-Trail с перекрашенной еще у официального дилера крышки багажника не так уж и сложно. В остальном, с поправкой на возраст автомобиля и на, возможно, аварийное так или иначе прошлое некоторых экземпляров, смотрите машину внимательно и сверху, и снизу. Особое внимание на район стыков металлических деталей кузова с пластиком, на внутреннюю поверхность дверей по нижней кромке, ну и так далее. Днище, лонжероны, тазик – все это подлежит обязательному контролю. Покупать такой автомобиль без осмотра на подъемнике крайне не рекомендуется. Но если вы нашли достойный экземпляр в хорошей сохранности и будете поддерживать автомобиль, ухаживая за ним и вовремя подлечивая проблемные места, то 31-й кузов прослужит вам достаточно долгое время. К недостаткам 31-го кузова можно отнести склонность к замерзанию дверей после мойки, но это дело он унаследовал от своего предшественника в кузове Т-30. Также при осмотре понравившегося экземпляра обязательно проверяйте на функциональность все дверные замки, поскольку на этих автомобилях имеют свойство, например, слетать тросики, приводящие в действие сам замок двери, после чего дверь не получается открыть ни изнутри, ни снаружи. Впрочем, подобным недугом страдает не только 31-й X-Trail. Справедливости ради надо отметить, что подобные вещи мы встречали также и на 51-х Murano, и на 30-х X-Trail. В общем, смотрите, чтобы все работало. Что касается салонного оборудования, при осмотре 31-го кузова X-Trail нужно в первую очередь проверить такие вещи, как функционирование всех электростеклоподъемников, также посмотреть на функционирование исправной климатической установки, то есть прощелкать ее по всем режимам, посмотреть, что действительно меняется направление обдува, тебе регулируется температура, а также вентилятор не издает каких-либо лишних звуков. На большинстве X-Trail с пробегом за 150 тысяч километров родной отопитель, скорее всего, уже будет поменен. Мотор печки таким образом можно отнести к относительно слабым звеньям в конструкции. Также, если X-Trail, который вы смотрите, чуть-чуть отличается от самой простой комплектации, и здесь присутствует мультируль, проверьте функциональность абсолютно всех кнопок на руле, поскольку, если какая-то часть из них не работает, и тем паче у вас светится на приборной панели лампа airbag, соответствующей ошибкой по водительской подушке безопасности, скорее всего, после покупки вам придется менять подрулевой шлейф, что будет обозначать дополнительные затраты. Кроме того, обратите внимание на то, чтобы сидение водителя в автомобиле не имело лишних люфтов ни в одном из направлений, обязательно проверьте исправность вертикальной регулировки, так называемого лифта. Причем это касается и механического, и электрического сидения. Нерабочий лифт водительского сидения попадается на X-Trail не так уж и редко. Ну и последнее. Если при вращении руля на X-Trail, либо Qashqai, неважно, вы слышите характерный резиновый звук откуда-то со стороны педального узла, проблема, скорее всего, в пыльнике рулевого вала. И устраняется она смазкой. Правда, ненадолго. Так что выполнять процедуру смазки этого самого пыльника вам придется с некоторой периодичностью. Ну а теперь поговорим про силовые агрегаты, которые могли находиться под капотом 31-го X-Trail. И первый двигатель, про который хочется сказать пару слов, это наиболее редкий вариант на вторичном рынке в России. Это двигатель дизельный, объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил. Маркировка этого мотора М9Р, и этот двигатель авторство компании Рено. Собственно говоря, по конфигурации это рядный 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом, система впрыска Bosch Common Rail, пьезофорсунки используются, в приводе ГРМ на М9Р используется цепь, ресурс которой около 300 тысяч километров пробега, а также использованы гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Соответственно, с регулировкой на этом дизеле заморачиваться не придется. Этот двигатель достаточно распространенный, ставился на очень большое количество моделей концерна Рено, также он выпускался в нескольких вариантах форсировки, и в случае с X-Trail, двигатель версии на 150 лошадиных сил, имеет давление на дуло 1.6 бара, турбина Гаррет. Ресурс турбокомпрессора весьма солидный, и практически идентичный ресурсу самого мотора. Если говорить о каких-либо конструктивных недочетах, то по большому счету, сам по себе, М9Р это весьма и весьма удачный двигатель. Да, как и любой дизель, М9Р требует внимательного отношения, например, к системе EGR, которую нужно содержать в исправном состоянии. Да, в данном случае пьезофорсунки, которые применены в топливной аппаратуре, не любят, скажем так, солярку низкого качества. Да, может подкинуть проблем, например, регулятор давления топлива, либо датчики давления наддува. Все это случается, но массового характера не носят. Также на М9Р встречается информация о том, что, дескать, провернуло шатунные вкладыши на двигателе, двигатель стуканул, но по большому счету подобная беда настигает тех, кто злоупотребляет крайне длительными интервалами замены масла, да еще использует некачественное ГСМ. При должном и периодичном обслуживании, при замене масла хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега, М9Р способен отработать далеко за 300 тысяч. Встречаются экземпляры, которые набегали за 400 и даже уже ближе к полумиллиона километров. Поэтому движок сам по себе, в принципе, нормальный. Единственное, что можно сказать, при выборе дизельного автомобиля, обязательно прогонить его через диагностику на профильном СТО, где занимаются ремонтом дизелей. В этом случае вы можете заполучить для себя автомобиль, который проедет не одну сотню тысяч километров и при этом обеспечит вас достаточно скромными цифрами расхода топлива. Меньше 10 литров на 100 километров. Причем это в городском цикле. Что касается бензиновых двигателей, то младшим в линейке является двухлитровый агрегат на 141 лошадиную силу, как в нашем случае. Двигатель этот носит маркировку MR20DE и представляет собой алюминиевую рядную четверку. Блок цилиндров алюминиевый с чугунными танкостерными гильзами. Кроме того, здесь у нас схема DOHC, то есть два верхних распредвала, есть фазовращатель на впускном валу и по большому счету это все, что так или иначе относится к сложным конструктивным элементам. По большому счету MR20DE это простецкий двигатель. Привод ГРМ здесь реализован цепью. Используется так называемая пластинчатая цепь Морзе. И что касается ее ресурса, несмотря на то, что встречаются таки в природе X-Trail на MR20DE, проехавшие за 200 тысяч километров, где в цепь еще не лазили, но у большинства владельцев подобных автомобилей необходимость вмешательства в механизм ГРМ так или иначе возникнет на интервалах от 150 до 200 тысяч. Причем вместе с цепью зачастую придется поменять и сам фазовращатель, который здесь один и находится на впускном распредвалу. Ну, либо хотя бы просто его почистить. Что касается ресурса данного двигателя, он лежит где-то в пределах 250-300 тысяч километров пробега, но это опять же в среднем по больнице. Как и любой алюминиевый агрегат, MR20DE очень сильно не любит перегревов, поэтому за исправностью системы охлаждения, за работоспособностью термостатов и частотой радиаторов нужно посматривать обязательно. Также некоторые владельцы подобных автомобилей отмечали появляющийся на пробегах плюс-минус около 100 тысяч километров расход масла на угар. Связано это в данном случае может быть как с не очень удачной конструкцией самих поршней в плане маслосъемных колец, то есть компрессионные еще работают, компрессия есть, но масло уже начинает подгорать. Расход масла на этих двигателях, как правило, так или иначе есть, к этому надо быть готовым. При осмотре подобного экземпляра вопрос в том, какой расход, насколько ситуация запущена. Поэтому данный автомобиль также лучше покупать после предварительной диагностики. В остальном, по большому счету, MR20DE подкидывает какие-либо вопросы либо по навесному оборудованию, но это бывает с абсолютно любым другим двигателем, либо по системе зажигания, в том, что касается выхода из строя катушек, а здесь отдельная катушка на каждый из цилиндров. Также алюминиевая головка MR20 не есть образец прочности и надежности, поэтому при затяжке, например, тех же самых свечей или болтов ГБЦ, важно строго соблюдать момент затяжки в ньютон-метрах. В противном случае можно дозатягиваться до треснувшей ГБЦ и впоследствии до замены ее на контрактную. И, кстати сказать, трещина в ГБЦ на нашей практике таки случалась. На Nissan Qashqai после этого пришлось поменять двигатель на контрактный. В общем и в целом, если вам повезет найти автомобиль с живым двухлитровым мотором, и вы будете за ним следить, то есть вовремя менять свечи зажигания, чистить периодически дроссельную заслонку, когда это понадобится, и, кстати, регулировать клапана. Раз в 100 тысяч километров пробега плюс-минус, а гидрокомпенсаторов здесь нет, и зазоры выставляются подбором толкателей, то данный агрегат прослужит у вас где-то около 300 тысяч километров пробега, ну а может быть даже больше. Но за уровнем масла в любом случае следите. В данном случае двигатель заливается не так много смазочного материала, и упустить уровень для этого мотора может быть критичным. Впрочем, MR20DE это, пожалуй, один из все еще достаточно доступных на вторичном рынке в плане предложения контрактных запчастей агрегат. Правда, если страшное все-таки случилось, и данный мотор у вас лег, вы все еще можете за относительно вменяемые деньги купить контрактный мотор. Благо, предложений на рынке контрактных агрегатов по части MR20 достаточно немало. Ну и третий двигатель это 2,5-литровый 169-сильный QR25DE. Ровно такой же агрегат вы можете видеть, например, под капотом полноприводного седана Nissan Tiana. Это также алюминиевая четверка, также два верхних распредвала, 16 клапанов, есть система изменения фаз газораспределения, муфта стоит на впускном распредвалу, та же самая пластинчатая цепь Морзе применена в приводе ГРМ с тем же самым ресурсом около 150 тысяч километров до замены. На QR25DE производитель также использовал блок балансирных валов для того, чтобы сделать силовую установку менее вибронагруженной. Здесь также применяется электронная дроссельная заслонка, которую периодически нужно чистить и не забывать после процедуры чистки ее адаптировать. Но по большому счету QR25DE это все так же простой по конструктиву двигатель с обычным распределенным впрыском без всяких заморочек. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на нем также нет. Регламент регулировки это около 90 тысяч километров пробега, ну либо по симптоматике. Но зато на моторе объемом 2,5 литра есть, например, маслоохладитель, расположенный со стороны моторного щита. Его вы можете увидеть при осмотре автомобиля на подъемнике. Практически на каждом третьем, если не на каждом втором автомобиле, присутствует как минимум запотевание маслоохладителя, а то и конкретный подтек масла. В случае, если вы обнаружили подобную симптоматику, то вам придется так или иначе комплект прокладок маслоохладителя менять. Сами прокладки стоят не так дорого, но достаточно трудоемко их замена. Поэтому в случае чего это будет поводом поторговаться с продавцом. Также на QR25DE, как собственно говоря на любом цепном моторе от Ниссана, так или иначе может присутствовать запотевание по лобовине двигателя, то есть по стыку блока цилиндров и крышки прикрывающей цепи ГРМ. Если лобовина еще откровенно не бежит, а все ограничивается запотеванием, то можно с этим в принципе ничего и не делать. Как минимум до момента замены цепи. Кроме того, при осмотре данных агрегатов не лишне будет обратить внимание на то, чтобы на стыке головки блока цилиндров и самого блока не было никаких следов масла, поскольку менять прокладку головки блока цилиндров это уже не столь бюджетно. Также если вы смотрите автомобиль с двигателем крышка подтекает где-то по периметру, не поленитесь посмотреть, что творится в свечных колодцах, поскольку отдельных сальников свечных колодцев на этих двигателях нет. И эти самые сальники выполнены неразъемными с крышкой клапанов. Крышка здесь пластиковая и по задумке производителя вы меняете ее в сборе. В случае если масло все-таки оказалось в свечных колодцах, то вариантов решения будет два. Это либо замена клапанной крышки, при этом оригинальная стоит достаточно больших денег, но можно подобрать дубликатную, либо обратиться к специалистам, которые вполне возможно за меньшие деньги внесут некоторые конструктивные изменения в конструкцию вашей клапанной крышки и подберут соответствующего диаметра сменные сальники свечных колодцев. Что касается расхода масла на угар, QR25DE поблагополучнее в этом плане, чем двухлитровый собрат, и проблема настигает его на более поздних пробегах, если настигает обычно ближе 150-200 тысячам километров пробега, но в целом ресурс и этой силовой установки при должном уходе может составить порядка 300-350 тысяч до капиталки. Что касается коробок передач, на 31 X-Trail ставили три варианта КПП. Это шестиступенчатая механика, которая могла агрегатироваться с любым из двигателей, то есть и с 2,5-литровым на дорестайлингах, и с 2-литровым и с дизельным на рестайлинговых машинах. Шестиступенчатая механика сама по себе не вызывает никаких нареканий. Ресурс этой коробки, как и подобает механической трансмиссии, весьма немаленький. Нужно помнить о том, что в механике также время от времени нужно менять масло и помнить о том, что на X-Trail, как и на большинстве современных автомобилей используется так называемый двухмассовый маховик, то есть состоящий из двух частей с демпфером посредине. В случае, если на тест-драйве машина с механикой вы заметили удары при переключении передач, имейте в виду, что скорее всего двухмассовый маховик со своими функциями собственно демпфирования уже не справляется и при замене сцепления его придется менять. Ну а возможно, кстати, и даже до замены сцепления, если он выйдет из строя совсем. А покупка нового двухмассового маховика это удовольствие достаточно недешевое. Поэтому при покупке X-Trail с механикой обязательно проведите тест-драйв и обратите внимание на то, чтобы никакими лишними звуками, ударами и стуками машина на ходу не досаждала. Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, которая носит маркировку JF613E авторства японской фирмы Jetco устанавливалась только на двухлитровый дизель. Это шестиступенчатый гидромеханический автомат, ресурс которого не вызывает каких-либо нареканий. Данные коробки способны отработать и за 300 тысяч километров пробега. Регламент замены рабочей жидкости раз в 60 тысяч км. Ничего плохого про эту коробку сказать нельзя. Ну и теперь про вариаторную трансмиссию. По ниссановской классификации RE0F10A, ну а по классификации Jetco JF011E. Репутация данной трансмиссии была в какой-то степени подпорчена проблемами, с которыми сталкивались владельцы первых серий X-Trail в 2007 и до к 2008 году. Действительно были случаи выхода из строя вариаторных трансмиссий на относительно небольших пробегах до 100 тысяч километров. Но покупая подобный автомобиль в 2022 году нужно иметь в виду также и то, что на большинстве X-Trail вариатор может быть уже либо заменен, в том числе возможно и дилером по гарантии, либо это может быть достаточно свежая машина рестайлинговая, где большая часть детских болячек GF-011 была благополучно вылечена. Тем не менее, при покупке автомобиля с вариатором обязательно нужно сделать замер давления в коробке. Ну и на T-Trail посмотреть, чтобы коробка не издавала каких-либо посторонних звуков и вела себя адекватно. То есть, не было затягиваний, дерганий и так далее при разгоне. Вариатор GF-011E долго живет у тех собственников, кто имеет привычку прогревать трансмиссию в холодное время года перед тем, как ехать, а также вовремя меняет рабочую жидкость, а интервал замены рабочей жидкости для этой трансмиссии лучше сократить до 40 тысяч километров пробега и менять его, конечно, вместе с фильтрами. Данная вариаторная трансмиссия критично относится к двум моментам. Первое, это свой температурный режим, а второе, это продукты износа, которые так или иначе попадают внутрь гидросистемы и впоследствии могут привести к ее выходу из строя. Поэтому чистое масло и отсутствие перегревов. Что касается ресурса данной трансмиссии, лично на своем веку доводилось видеть Nissan X-Trail с пробегом 270 тысяч километров, где стоял еще родной вариатор. Что касается полного привода, на Nissan X-Trail используется традиционная для большинства кроссоверов схема. В данном случае основная ведущая ось у нас передняя и существует три режима работы системы полного привода. Первое муфта подключения задней оси из работы выключена. У вас два ВД на передке. Второе это положение авто, в котором при пробуксовке передка в работу подключится задняя ось. Ну и третье положение лок блокировка. В данном случае автомобиль изначально полноприводный 50 на 50 между осями, но по достижении скорости 40 километров в час блокировка выключится. Также если вы планируете съезжать на бездорожье, помните о том, что данная муфта имеет свойство перегреваться при длительных пробуксовках. Соответственно защитная система выключит ее из работы и оставит вас на переднем приводе. Однако в общем и в целом нареканий по надежности по данной системе полного привода по самой муфте по большому счету нет. На нашем веку еще не попадалось X-Trail в отличие скажем от некоторых корейских кроссоверов, где полный привод не работал бы. Тем не менее при выборе подобной машины на всякий случай проверьте. Что касается ходовой части 31-го X-Trail можно сказать, что здесь все в меру. В меру комфортная, в меру упругая и в меру ресурсная. По конфигурации спереди здесь Макферсон, сзади идет многорычажка, ну а по ресурсу компонентов в среднем срок службы деталей ходовой части 31-го X-Trail это около 100 тысяч километров пробега. То есть это именно тот рубеж, после которого большая часть владельцев данных автомобилей что-то по ходовке делала. Меньше этого срока могут отработать втулки и стойки переднего стабилизатора, которые здесь такие же расходники, как и на любом другом автомобиле. То есть это около от 15 до 30 тысяч километров пробега. Буквально. Что касается компонентов, удивлявших в свое время владельцев автомобилей относительно небольшим ресурсом это ступичные подшипники, которые некоторые меняли уже на пробеге 60-80 тысяч километров. При этом надо иметь ввиду, что передний ступичный подшипник идет только в сборе в виде ступичного узла. И соответственно это отражается на стоимости его замены. Что касается сайлентблоков например передних рычагов, то в среднем это около 90-130 тысяч километров до замены. То же касается и шаровых опор. Правда были случаи когда при эксплуатации по дорогам скажем так с не очень хорошим покрытием шаровые не выхаживали и 60 тысяч. Здесь они запрессованы но выбор дубликатных запчастей большой и в любом сервисе без проблем шаровую опору на X-Trail вам заменят без замены рычага. Что касается рулевой рейки самого дорогого компонента любой ходовой части на X-Trail первые стуки бывало появлялись в районе 40 тысяч километров пробега и в этом случае как правило были связаны с необходимостью замены втулки ну а вообще сама рейка выхаживает порядка 150 ближе к 200 тысячам километров до ремонта что в целом средняя по больнице. Также при осмотре X-Trail в обязательном порядке проконтролируйте в каком состоянии у вас находятся крестовины кардана. На данных автомобилях так же как и на Hyundai Tucson люфт крестовин встречается достаточно нередко на ходу это может проявляться в виде вибрации ну а после покупки люфтящую крестовину лучше в любом случае заменить. Также если вы смотрите автомобиль с двигателем объемом 2,5 литра при осмотре снизу обратите внимание на то чтобы не бежал у вас маслоохладитель теплообменник в данном случае мотор двухлитровый и подобной беды у него нет в связи с отсутствием того самого теплообменника. Что касается задней подвески X-Trail ресурс тех же самых сайлентблоков это порядка 150 плюс-минус тысяч километров в некоторых случаях больше далее могут начаться точечные замены ну и по ресурсу например амортизаторов если говорить про задние все очень сильно зависит от региона эксплуатации от стиля эксплуатации конкретного автомобиля кто-то менял оригинальный амортизатор уже на 70 тысячах пробега кто-то сталкивается с необходимостью их замены после 120 но в большинстве случаев если вы слышите стук который вроде как исходит от амортизатора но при этом сама стойка сухая обратите внимание на втулки амортизатора вполне возможно будет достаточно поменять только эти маленькие резиночки оригинальных вряд ли вы найдете в продаже но выбор дубликатных запчастей опять же большой и стоят они недорого также при осмотре понравившегося 31 кузова проверьте стояночный тормоз на X-Trail троса ручника достаточно часто закисает особенно у тех кто ручником в принципе не пользуется то есть если мы говорим про машины на автоматической либо вариаторной коробке передач итак какие выводы можно сделать по 31-му X-Trail в целом в активе у этого автомобиля в принципе кузов который весьма неплохо сопротивляется коррозии особенно на фоне его предшественника что касается ходовой части то несмотря на небольшой ресурс некоторых компонентов который кстати у многих у одноклассников не больше чем здесь при эксплуатации подобного автомобиля вполне можно достаточно немного тратиться на ходовую часть особенно если вы изначально приобрели ухоженную машину и эксплуатируете его по асфальту доходовка чисто легковая но по большому счету эту машину следует рассматривать не как внедорожник а как универсал повышенной проходимости если помнить об этом особых проблем не будет что касается двигателей все три мотора в принципе достаточно ресурсные и самое главное здесь это не прикупить убитый агрегат то же самое касается и коробок передач если же вы категорически против вариатора либо ваш режим эксплуатации предполагает необходимость например буксировки прицепа то в этом случае лучше отдать предпочтение Nissan X-Trail с механической коробкой передач либо поискать дизельный чисто автоматный также помните о том что при покупке подобных автомобилей следует обязательно проверять машину на предмет участия в ДТП на предмет восстановления кузова после серьезной аварии а также на предмет скрученного пробега последнее особенно актуально в ключе приобретения машины с вариаторной коробкой ну вот и все на сегодня если наш обзор был вам полезен понравился ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять кроме того если у вас есть или был 31 x-ray вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить указывайте в комментариях людям которые ищут себе подобную машину ваш комментарий может оказаться очень полезным спасибо за просмотр хорошего вам дня пока пока Продолжение следует...